Каждый год на зверофермах мира погибает 31 миллион животных. Для изготовления одной шубы необходимо убить от 10 до 20 лис, от 20 до 30 енотов, от 30 до 60 норок. Эти шокирующие цифры заставляют задуматься о необходимости ношения мехов животных в наш техногенный век, когда всему натуральному есть искусственная замена. В этом магазине тысячи-тысячи мертвых животных. И я думаю, что сегодня уже есть какая-то польза, потому что сегодня магазин закрыт. И может быть и в понедельник магазин будет закрыт. И так каждый день, и каждый день это наша цель, и фактически цель нашей акции всем спрашивать, сколько жертв в твоей коллекции. Надеяться на то, что все пушные магазины закроются сами по себе, конечно, неразумно. Даже в эпоху экономического кризиса, несмотря на высокие цены, пушная продукция пользуется спросом. Мы находимся на одной из крупнейших латвийских звероферм в Марупе, недалеко от Риги. Здесь содержится 10 800 скандинавских норок. Они приносят хозяйству неплохой доход. 100% реализуем Копенгаген-аукцион. Каждый год. Все идет на экспорт, и государство получает валюту через нас, скажем так. Ну, для корма мы используем отходы от рыбного и мясного производства, то, что нужно было бы утилизировать. 65% всех зверохозяйств на планете находятся в Северной Европе. Только Дания поставляет на мировой рынок 20 миллионов норок в год. Это огромный бизнес. В Латвии зарегистрировано 15 ферм по выращиванию пушных зверей. На них применяются европейские технологии содержания, разведения и умерщвления животных. Мы их удушаем в специальной коробке газом. Если рассказывать о колбасных изделиях, рекламировать их, никто же бойню не показывает. То же самое, если рекламировать пушные изделия, зачем говорить об этой грязной стороне. Потому что так, если мы будем досконально до самого низа смотреть, тогда и яйцо нельзя с утра есть, потому что это же может быть цыпленочек. Упрягать людей, которые зарабатывают на хлеб разведением пушных зверей, в жестокости глупо. Спрос рождает предложение. Пока на мировых рынках будет спрос на пушнину, этот бизнес будет процветать. Поэтому защитники животных обращаются в первую очередь к потребителю. В погодных условиях в Латвии холодная зима, ну минус 10 где-то в среднем. Минус 10, очень хорошо можно ходить в куртках, теплых, даже из синтетики, из натурального материала. Он тоже хорошо греет. Какой смысл убивать животных, ну можно сказать, своих друзей почти что, из-за какой-то одежды. Впрочем, тенденции в мировой моде очевидны. Носить натуральный мех становится неприличным. По словам историка моды Александра Васильева, производители натуральных шуб уже подстраиваются под потребителя и обрабатывают шкурки так, чтобы мех выглядел синтетическим. А то, чего доброго, схлопочешь от защитников природы. Юрий Родин, Айна Скралклес, Олег Горячев, Первый Балтийский канал. Юрий Родин, Айна Скралклес. Продолжение следует...